Несколько дней назад в Балакове случилась трагедия. Во дворе дома номер 103 по улице Ленина под колесами мусоровоза погибла женщина. Водитель ее не заметил, сдавая задним ходом. Пенсионерка упала, споткнувшись. И вот как раз на этом месте, где Тамара погибла, вот эти все рытвины, ямы ужасные. Если бы Тамара могла бы встать на пешеходную дорожку, которая была завышена надпроезжей частью, она была бы жива. О том, что во дворе ужасная дорога, знают не только жители так называемой Китайской стены. Об этом они уже несколько лет рассказывают местные власти. Но дальше обещаний привести все в порядок дело не идет. Мы обращались 7 лет там первый раз, 7 лет тому назад. Неоднократно. Начали они писать заявление с 17-го года. Когда молодежь вот ходила, как говорится, лично на прием к Соловьеву, они предупреждали, говорит. Ну, они ссылали, что вот дети выскакивают на дороге, пожилые ходят, спотыкаются. Что это может привести к трагедии, как у нас и получилось. Местные жители говорят, что в последний раз они видели дорожную технику в своем дворе 25 лет назад. За это время асфальт местами протерся до земли. Жителям приходится закладывать ямы кирпичами или строительным мусором. Комфортная среда, которая должна была здесь появиться два года назад, обошла несчастный двор стороной. Сташа Подома, Кухарский Олег, он подготовил документы на 30, получается, 5-й дом, Ленина, 107-А, и проходила, получается, Ленина, 107. Он собирал подписи, все это было подписано, в конце концов, да. Вот, потом в 2018 году все это сделали, эти, получается, дорожки, это сделали все. А нас оподвинули. Мы, получается, зимой ходили к Соловьеву Александру Александровичу, он сказал, все, железно, в 2020 году у вас будет ремонт дороги. Вот, как видите, в 2020 год ремонта дороги у нас нет. Проблема не только в отвратительном состоянии дорожного полотна. Пешеходы страдают от отсутствия тортуара. На бумаге он есть, а на практике отсутствует. У нас нет, как говорится, этих пешеходных дорожек. Пешеходные дорожки везде уже давным-давно, ну, как говорится, сравняли их с асфальтом, одинаково. Машины проезжают, лужи на улицах, вот ямы, стараешься где-то чего-то обойти. В это время едет транспорт. Или смотри себе под ноги, как говорится, ногу не сломать, куда-нибудь туда ступить. Или обращай внимание на транспорт, что и получилось, как говорится, с нашей соседкой. И трагедия с гибелью женщины – это не первый случай, когда жители двора страдают из-за плохой дороги. За примерами далеко ходить не надо. Соседи погибшие вспомнили еще один случай. У нас вот на шестом этаже женщине 40 лет шла, и все, нога подвернулась, и готова дело. Сломала ногу. А на целый год был сложный перелом. О том, что дорога несет угрозу жизни, жители двора говорили и своему депутату Евгении Русиной, которая живет рядом в соседнем доме. Но именно напротив ее дома появилась большая заплатка в несколько метров. Видимо, народный избранник решила в первую очередь устранить проблему в поле своей видимости. А дальше вдоль дома ямы остались. А это значит, что и опасность для жителей сохраняется.